Вот, что мы обнаружили, как они вот работают. Насекомые целыми днями роют норы в земле. Незамим Амедов впервые столкнулся с таким явлением. Они яркого окраса с полосками, похожие на пчёл. Однако вместо сбора нектара почему-то занимаются земляной работой, удивляется мужчина. Вокруг дома они поселились. И есть участок, где цветы посажены. Вон там, в этом месте они поселились. И вот целыми днями они оттуда выгребают землю, назад сюда, заходят обратно. И так целый день процесс вот так у них проходит. Это, я не знаю, первый раз вижу такое. Или пчёлы, не пчёлы, что за существо, я даже не знаю. С этим вопросом мы решили обратиться к специалисту. По словам биолога, это вовсе не пчёлы, а так называемые земляные осы. Эти осы роют норки, в норке откладывают яйца. Туда к этим яичкам подносят парализованных жертв. Это может быть муха, это может быть гусеница, может быть тля. Они заносят туда несколько особей, например, гусениц. Потом норку зарывают и развивающаяся личинка потом поедает парализованные эти жертвы. То есть питается таким образом и вылетает это уже новая оса. Взрослая оса питается нектаром, цветов, соками, ягод и фруктов. Эти насекомые очень больно жалят, говорит биолог. Однако, если их не трогать, они даже могут быть полезны. К примеру, собирать для своих личинок вредных насекомых. Кроме земляных ос, бывают ещё и песчаные. Также подобные норы в земле любят делать шмели и некоторые веды шершни. Лилия Хабибьянова, Кирилл Хабзей, Новости, Чулмы-ТВ.